Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в ломбарде Титан. Ломбард Титан для всех и каждого. 200 тысяч рублей за условно-досрочное освобождение. Двое мужчин требовали деньги за то, что могут помочь в выходе на свободу. Правда, планам не суждено было сбыться. Мошенников задержали сотрудники ФСБ. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Двое жителей Кирова решили подзаработать на родственники осужденного, который отбывает наказание в одной из колоний региона. Они сообщили мужчине, что могут помочь устроить сидельцу условно-досрочное освобождение. Если он не насильник, не маньяк, не садист и никого не убивал, то это все возможно. Но, опять же, возможно, как он должен нам очень сильно помочь. Во-первых, телефон, во-вторых, хорошее поведение. За свои услуги злоумышленники потребовали 200 тысяч рублей. Деньги якобы собирались передать сотрудникам полиции для решения вопроса по заключенному. На кадрах оперативного видео ФСБ видно, как мужчины отчитывают купюры. Только вот деньги они никому передавать не собирались, а присвоили себе. Суд признал их виновными в преступном сговоре и назначил 450 и 420 часов исправительных работ. Неаккуратный водитель «Одноглазой Газели» попал в камеру видеонаблюдения. 7 февраля вечером у подъезда жилого дома на Чернышевского, 24, водитель «Серебристой Газели» что-то выгружал. Возможно, это была служба доставки. Затем стал отъезжать и врезался в припаркованный «Хюндай Солярис». После столкновения уехал. Теперь виновника ДТП разыскивает хозяин автомобиля. Если вы знаете водителя «Газели», машину, звоните по телефону. Полиция и волонтеры разыскивают 58-летнего жителя поселка Мирный Ольчевского района Владимира Свечникова. Ориентировочно 6 января этого года его видели в последний раз. С тех пор местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где находится Свечников, звоните по телефону. Алина Котрихова. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok